Всем привет, в этом видео я буду делать эффекты для обелиска, который создал автор канала FastAboutBlender. Ссылка на его канал будет в описании. Вот такой обелиск мне скинули, и камень я удалю, потому что вместо него я хочу сделать немножко другой эффект. Сначала нужно создать новую систему частиц. Теперь систему частиц нужно выставить в центр обелиска. Форму использовать не надо, потому что будет всего одна частица в центре, поэтому также убираем скорость и выставляем спам одной частицы сразу же при появлении эффекта. И нужно выбрать материал. Вот такую текстуру я использую, как ее создать я показывал в своих прошлых видеороликах. Теперь нужно изменить цвет частицы. Также максимальный размер нужно поставить больше, чем половина, допустим 8, чтобы когда мы приближались к частице, она не становилась меньше. И также нужно увеличить обычный размер частицы. Можно еще добавить колебания частицы, чтобы она не была такой статичной. Для этого я использую вкладку Size Over Left Time. В принципе, размеры частицы можно еще увеличить. Можно еще ускорить колебания с помощью уменьшения времени жизни частицы. Само по себе свечение в виде звезды не такое красивое, вот поэтому нужно добавить свечение в виде лучей. Для этого нужно создать новую систему частиц. Также, как и предыдущая система частиц, отключаем форму и скорость ставим на 0. Теперь нужно выбрать подходящую текстуру для лучей. Думаю, вот это подойдет. Теперь изменяем размер, цвет и время жизни частицы. Также нужно немножко уменьшить количество частиц. А чтобы создать эффект появления лучей с центра, нужно, чтобы частица изначально была маленького размера, а потом вставала большого. Также нужно, чтобы за время жизни частицы ее прозрачность уменьшалась до 0. С помощью укладки Start Rotation делаем случайный поворот в начале появления частицы. А с помощью укладки Rotation Over All Time делаем так, чтобы она вращалась в двух случайных направлениях, между двух значений. Теперь нужно добавить эффект, как будто энергия скапливается в центре обелиска. Для этого создаем новую систему частиц. Частицы должны лететь в центр, поэтому выбираем форму сферы с радиусом 0. Количество частиц увеличиваем в два раза и выбираем нужный материал. В моем случае я использую вот такой. Текстура этого материала выглядит примерно вот так. Чтобы частицы были направлены в центр, нужно изменить рендер-мод на Stretched Billboard и можно увеличить длину частиц. Также меняем цвет. Включаем изменения размера со временем от 0 до ницы и также нужно уменьшить время жизни частицы, чтобы они не летели так далеко. С помощью вкладки Color Over Lifetime делаем так, чтобы они под конец жизни исчезали. И изменяем скорость, допустим, на 4. Теперь нужно изменить время жизни и размер частиц, чтобы это выглядело красиво. Еще автор канала FastAbout Blender сказал мне, что было бы неплохо, если бы вокруг обелиска летали камни, то есть осколки камней. Поэтому создаем для этого новую систему частиц и выбираем во вкладке Render форму частиц с помощью меша. То есть выбираем наш меш и выбираем материал для этого меша, то есть материал камня. Модель камня я создал с помощью блендера. Я сейчас ставлю размер частицы 0,4, чтобы просто было приятно глазу и ставлю выравнивание частиц по локальным координатам. Теперь нужно изменить форму системы частиц, чтобы камни появлялись вокруг обелиска. Для этого выбираю форму круга и поворачиваю на 90 градусов. Камней слишком много, поэтому уменьшаю их количество за секунду до 4. Также нужно увеличить форму круга. Ставим скорость и толщину радиуса на 0, чтобы камни появлялись ровно на углах этого круга. Также немножко отклоняем позицию поления камней с помощью параметра Random Position. Теперь нужно поставить случайные углы поворота для камней в начале. Для этого изменяем Star Position между двух значений и разделяем оси. Подобным образом задаем случайный размер. Теперь нужно сделать так, чтобы камни вращались вокруг обелиска. Для этого используем вкладку Velocity Over Alive Time. Также вы могли заметить, что частицы слишком резко появляются и пропадают. А это мы можем исправить с помощью вкладки Size Over Alive Time. Также можно добавить возможность того, чтобы камни сталкивались об другие объекты. Для демонстрации того, что я хочу сделать, я использую сферу. Теперь включаем вкладку Коллизии и ставим Type Warp. И уменьшаем значение оскока до 0,2. Теперь давайте создадим новый эффект трейла вокруг обелиска. Для этого создаем новую систему частиц. И идем вкладку Shape. Изменяем угол на 0. Также поворачиваем ее на 90 градусов. Сами частицами использовать не будем, а будем использовать только трейлы. Поэтому частицы отключаем. И нужно выбрать подходящий материал. Текстура материала выглядит вот так. В самой системе частиц ставим скорость на 0. И вместо нее мы будем использовать вкладку Velocity Over Alive Time. Делаем так, чтобы частицы летели вверх со случайной скоростью. Уменьшаем размер и выбираем цвет частиц, которые лучше всего подходят. Также нужно уменьшить время жизни частиц, чтобы они не летели слишком далеко. Теперь с помощью орбитальной скорости делаем так, чтобы они закручивались вокруг обелиска. С помощью offset смещаем позицию частиц на случайные значения. Радиальную скорость ставим на 2 и с помощью кривой делаем так, чтобы частицы сначала летели от центра, а потом в центр. Также можно немножко рандомизировать время жизни трейлов. Теперь переходим во вкладку Trails и делаем так, чтобы размер трейлов со временем уменьшался. Также изменяем дистанцию между вершинами трейла и его длину. Можно еще сделать так, чтобы в начале и в конце трейла он был прозрачным. Изменяем цвет с помощью градиента и ставим боковые значения прозрачности на 0. Также с помощью укладки Color Over Lactime можно сделать плавное появление частиц в начале и плавное исчезновение в конце. Осталось добавить эффект сияния обелиска. Для этого создаем новую систему частиц. Помещаем ее на низ обелиска и поворачиваем на 90 градусов. Теперь в вкладке Shape нужно изменить радиус. И в вкладке Scale нужно увеличить этот радиус, чтобы он напоминал форму обелиска. Выбираем мод Burst Spread, чтобы частицы появлялись на ровном расстоянии друг от друга. Это работает только если они появляются одновременно. Поэтому делаем одновременное появление 7 частиц каждые полсекунды. Ставим продолжительность и время жизни на 2, но потом это значение нужно будет поставить на 1. Это чисто для того, чтобы лучше было видно изменения. Выбираем мод Stretched Billboard, чтобы частицы были направлены вверх и нужный материал. Также нужно изменить максимальный размер частицы, чтобы при приближении они не уменьшались. Тут есть еще один такой момент, что начальную скорость нужно поставить на самое минимальное значение. Потому что если скорость 0, частицы не будут отображаться в Stretched Billboard моде. Также меняем цвет трейлов. Сейчас трейлы кажутся очень короткими, поэтому переходим в вкладку Render и увеличиваем их длину. Теперь нужно сделать так, чтобы трейлы со временем увеличивались и пропадали. Для этого используем вкладку Size Over All Time и выбираем стандартную кривую. Также переходим во вкладку Color Over All Time и делаем их в начале и в конце прозрачными. Теперь давайте посмотрим, как эффекты выглядят без освещения. Также нужно выбрать все элементы и поставить галочку при варом, чтобы эффект начинался сразу. В конце нужно добавить еще источник света и выставить его в центре обелиска. Еще я забыл упомянуть, что нужно выставить значение Duration в последней системе частиц на 1. Всем спасибо за просмотр и также вы можете скачать этот обелиск бесплатно. Ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok